Всем привет, с вами Артур и это прохождение Принц Перси 2008. И в этой части мы отправимся сражаться с алхимиком и, возможно, пособираем орбы. Хотя, может быть, мы сразу же и отправимся во вторую локацию охотника. Но посмотрим, я точно не знаю, возможно, всю эту часть займет сражение только с одним боссом. То есть, может быть, оно будет не самым коротким. Хотя я догадываюсь, почему она такая длинная часть. Это всё потому, что, как я уже говорил, придётся выходить локацию по новой алхимик, эту последнюю, чтобы попасть к воротам. А ещё плюс там за воротами локации получается такой кусочек. Играет музыка по новой алхимикой. Так, ну что ж, двигаемся заодно, собирая орбы. Неплохое занятие. Главное не врезаться. Вроде тут ещё была эта комната с газом, насколько я помню. И там я ещё и, типа, собираю семена, которые, ну, там кого будет, по-моему, четыре штуки. И на каждой придётся, как бы, лезть. Ну, так же, как мы когда закрывали эти все, то ли клапаны, то ли что, чтобы закончил идти газ. Да, вот она эта комната, тут два лога под лестницами и ещё четыре вроде наверху. Ну, хотя, может быть, наверху только два, но... Ну, в любом случае, придётся в два раза залезть с одной стороны и с другой. Держись, не отпускай. Ох, а нужно-то ещё целых сто... сто восемь штук. Позволь, не трогайся наверх! Чё-то где-то тут приближается момент, когда я всё же скипну видео и в этот момент буду собирать эти орбы. Но потом я уже точно буду собирать всё, записывая. А так как меня в определённый момент попросили, что так будет лучше, и потому... Уже тогда я не скипал ничего. Жалко, что мало времени всё это комментировать, так бы уже давно было бы прохождение и этой части, и следующей, и ещё какой-нибудь играть. Так, очень мало времени, чтобы не то, чтобы проходить игрушки, а само по комментированию. Вот просто для комментирования нужна такое тихое время, куда ничего не напрягает. Играть-то можно в любое время, то есть даже если шумно, вокруг, а комментарии потом записывать, это у меня проблемно. Я вот даже подумывал открыть какой-нибудь второй канал, где будут прохождения чисто, ну как бы без комментариев. И вот не знаю, если... Ну ладно, я может быть создам какие-нибудь впервые новости канала, и там задам этот вопрос. Может быть, если кому-то это будет интересно, тогда можно будет создать или... Ну не знаю, или будут это какие-то отдельные плейлисты на этом канале внизу, или новый канал с плейлистами. К чему? Не раз мы уже были на волосок от смерти. Он знает эту землю и тьму лучше других, но там, куда мы идём, его знания не пригодятся. Он знает эту землю? Здесь жил алхимик, он был одним из ахуров, пока не стал искать бессмертие. Но нам придётся отнять у него то, ради чего он решил продать душу. Ты знаешь, хоть ты и нежный цветок, но иногда бываешь беспощадным. Ну что ж, локация с боссами всегда состоит из двух плит, которые нам нужны были, чтобы пройти вообще к локации с боссом. То есть, тут зелёное и красное, а других определённо будут другие. То есть, разные сочетания. Но вот, эта локация очень даже классная. То есть, здесь эти висячие шары, или что это, и в общем... Красиво выглядит, тут бегаешь по нему, оскакиваешь одного к другому. Этим и запоминается все локации алхимика. Что-то у них есть такое. Это у воина, у наложницы всё вопрос. Ну, наложницы считают более... Да всё. Идём дальше. Поехали. Ну вот это было печально, но придется пробегать все по новому, а это в то же время. Но там если не знать, это очень сложно как бы с первого раза пройти, потому что маленький интервал времени, когда можно увернуться. То есть обзор, видите, совсем небольшой и увидеть, что как впереди практически нереально. То есть если только знать влево, вправо, влево, вверх, вниз, тогда да. Ну вот сейчас я просто побежал мимо кнопки, когда так можно. Ну наконец-то, надеюсь, сейчас у нас все получится. Не хотелось бы заваливаться и проходить этот путь весь по-новому. Ну да, а тут такое длинное путешествие. Ну в любом случае, видимо, вот мы и добрались до босса. Сейчас мы узнаем, бессмертен ты или нет. Тебе не отнять жизнь, но я могу дать ее тебе. Эй, я легенда. Я буду жить вечно. В голове это звучало лучше, чем сутки. Ну лифт немножко движется во время боя, то есть, по-моему, когда он поднимется совсем наверх, там будут эти темные лужи. И здоровья у него не так уж и мало. И все поднимается и он сладко. Кстати, вот та самая лужа. Но это было печально. Но половина здоровья у него закончилась, то есть, если нам повезет, мы уже почти победим сейчас. Так, мы еще немножко на тело движений вверх. Дэнч, умудрились до простых врагов накреплять. Зачем? Давай, молодой! Дэх, 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 дэх. Да, еще можно поболтать с Аликой, такое определенное нормальное время. Планетарий. Пропусти его! Сейчас. Давай, я думал, отобрал. Еще один простой подключитель. Упора-то. Ну, наконец-то. Чего себе! В высоту! Да, да, да. Он еще доставит нам хлоп. Ну, проблема на том, что платформа, на которой мы сражаемся, очень маленькая. Так что лучше его добить побыстрее, потому что, если вдруг что, у него может восстановление жизни появиться, и когда вот на этой локации мы можем надолго застрелиться. Это будет печально. Нет, у него ничего не восстанавливаться. Это хорошо. Победа. Быстрее! Я не умру. Но и жить вечно срочно не будет. Я же говорил, не стой на краю. Но и жить вечно точно не будешь. Ха-ха, это ты ему сказала. Ну что, бессмертные? И кого из нас ждет вечная жизнь? Когда ты научишься держать язык за зубами? Пойдем отсюда, Месси. Ну, не буду. Что ж, теперь придется немножко спуститься, точнее, выйти с этой локации. На самом деле, это не так уж и просто. Выглядит, конечно, здорово, как все разваливается. Но сейчас спустимся по-быстренькому. Может быть, я разочек завалюсь где-то. Может быть, посвящаясь. Ну что ж, на этом. Почти уровень закончен. Всем спасибо за просмотр. И пока увидимся в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok